Всем-всем привет, с вами Клеопатра! За пару дней на канале Марионетта уже появилось более полутысячи подписчиков, а это говорит о том, что девушка снимает действительно интересные ролики по Clash of Clans. Она показывает новые и актуальные миксы для атак на КВ и ЛВК на различных тонхоллах, начиная от самых маленьких и заканчивая FullDH12. Также рассказывает новости о грядущем обновлении и проводит различные конкурсы, кстати говоря, один из которых уже сейчас идет на канале. Поэтому обязательно переходи по ссылке в описании на канал Марионетт и поддержи начинающего блогера лайком и подписочкой. Уверена, тебе понравится! До выхода обновления с 13-й ратуши осталось буквально несколько дней. И сегодня в этом ролике я вам покажу новые уровни для Дефа, а также для войск и расскажу одну интересную особенность, которую придумали для героев. Уверена, она вам точно понравится. Но для начала обо всем по порядку. Начнем со строений Дефа. В декабрьском обновлении у нас появятся новые уровни для следующих строений Дефа. Орел получит 4-й левел на 13-м тонхолле, пушки станут 18-й и 19-й, сразу аж плюс 2 уровня. Аналогичная история будет и с башнями мага, 12-й и 13-й левел. В ПВОшку у нас поднимется до 11-го левела, максимальный левел для Арбалета станет 7-м. Также у нас появится Тесла 11-го левела, о которой я уже ранее рассказывала, Инферно 7-го и маленькие бомбочки 9-го уровня. Не могу обойти стороной еще и клановую крепость, она станет максимальной 9-го левела, что также скажется на ее вместимость. Вместимость будет 45 мест, что опять-таки впоследствии повлияет на атаки. И также у нас появится от 75 до 100 стенок нового 14-го уровня, которые уже можно будет тапать на 13-м тонхолле. Если говорить про войска, то новые уровни получат следующие юниты. Боулер станет 5-го левела максимальный, шар 9, шахтер 7-го левела, электродракон 4-й, хилка 6, бомбер 9, хок получит 10-й уровень, дракон станет максимально 8-й и также некоторые изменения коснутся и заклинаний. Хил у нас станет 8-го левела, скелетное заклинание 7-е и джамп 4-й. Что же касается героев, то тут немножечко задержусь подробнее. Как я и рассказывала ранее, максимальные герои теперь станут с уровнями 70-70-50 для короля, королевы и вардена и плюс 20 уровней будет на новом герое королевский чемпион, вернее королевская чемпионка, потому что это девушка. Кстати говоря, пару слов о ней. Возможно, кто-то не прочекал нашу группу ВКонтакте и поэтому не в курсе, поскольку поступает ко мне много вопросов на тему, за какой же ресурс будет качаться новый герой. Будет качаться он за дарк, это видно сейчас на этом скриншоте. Обратите внимание на стоимость, очень высокая стоимость прокачки буквально на второй уровень. Однако расстраиваться не стоит, потому что на 20-м левеле, когда вы полностью ее прокачаете, да и в принципе на менее прокачанных уровнях, все равно видно, насколько она мощная, исходя из урона, который она наносит. Глядя на тот дамаг, который наносит королевская чемпионка 530 секунду, можно с уверенностью сказать, что герой будет действительно очень мощный имбой и поэтому сразу после перехода на ТХ-13 нужно будет усиленно ее качать. Чем быстрее это сделаете, тем, естественно, ваши атаки будут сильнее. И пока вы тут наблюдаете за геймплеем с новым героем и с новым уровнем дракона, расскажу вам про одну фишку, которую ведут в декабрьской обнове, она, на мой взгляд, очень классная. Она как раз касается героев. В общем-то, суть заключается в следующем. Когда у вашего героя остается буквально одно хп, то есть совсем мало здоровья, способность вашего героя автоматически включается. То есть, это говорит о том, что больше не будет ситуации, когда вражеская инферно на сингл-режиме спалила вашего героя, а вы не успели прожать, допустим, ту же самую королеву. Мне кажется, это очень круто, это действительно спасет от таких вот неприятных каверзных ситуаций. А здесь же мы видим новых хоков, обратите внимание на их молоты, они очень классные. И, кстати говоря, то, что и говорили про 13-й Тонхолл, что Варден не будет спасать от замедления, даже если он прожат. На этих кадрах можно увидеть нового бойлера, который тоже, на мой взгляд, очень прикольный. Обратите внимание на камень, который он держит в руках, мне кажется, очень такой хорошо вписывающийся в цветовую гамму 13-го ТХ. Ну и, собственно, новое строение Дефа Катапульта. Она, вы видите, что бьет в том месте, где нет слепой зоны, то есть чуть-чуть подальше от себя, а вот вблизи убить никого не может. Ну и на этих кадрах можно увидеть дизайн новых шаров, мне тоже очень понравился. Вообще, в принципе, все, что касается дизайна, на 13-м Тонхолле мне лично зашло. Но будем смотреть насчет геймплея, как там вообще будет в игре. Кстати, про геймплей. Завтра в воскресенье в 18.00 по московскому времени на официальном канале Clash of Clans пройдет стрим, где покажут все, что касается обновления. У меня, естественно, тоже будет рестрим этого стрима, то есть я на своем канале буду его смотреть и переводить вам на русский язык все, что там происходит. Так что обязательно приходите, если хотите первыми увидеть все-все-все вообще о декабрьской обнове. Не забывайте подписываться на канал, прожимать лайкосик и колокольчик, чтобы не пропускать свежие выпуски. Всем удачи, пока-пока!